Ох, приветствую, дорогие друзья, с вами Изидыч, и у меня потрясающие новости для любителей авиации, а прежде всего немецкой авиации, ведь у них настоящий праздник. Ну, конечно, не Октоберфест, но все равно некий праздник, потому что завезли, точнее, завезут в следующем патче новый бомбардировщик, тяжелый бомбардировщик, Хенкель 177А5 Гриф. Спросите вы, а в чем уникальность машины? Ну, во-первых, сделал ее игрок Даниил Зайцев под ником Joy Division, то есть здесь примерно такая же система, как с Хенкелем 219, когда игрок сделал модель, разработчики ее увидели, приняли себе, скажем так, в заметку и в итоге ввели в игру. И, соответственно, любой проданный Хенкель 219 это копеечка человеку, который создал данную модель. Сейчас же условия изменились, теперь Даниил Зайцев получит просто единоразово определенную денежку, а эта машина пойдет в основную ветку. Для меня, как обзорщика, интересно даже другое. Это машина четвертого ранга с бомбовой нагрузкой в 4000 килограммов. Да, конечно же, имеется какой-нибудь там Дарне 217, который имеет, в принципе, ту же бомбовую нагрузку, но у него нет такого же серьезного защитного вооружения. Да и в целом машина имеет два двигателя мощностью 2950 лошадиных сил, это Дальмлер Бенц 610, и это дает нам скорость в 550 километров в час на оптимальной высоте. Ну, конечно же, исторически была проблема, то, что эти двигатели воспламенялись, но, как сами разработчики написали у себя на сайте, на эту проблему они решили закрыть глаза, и в игре ее не будет. Вот вам и историчность, класс, класс. Но, на самом деле, этому факту я рад, иначе у нас бы половина техники в игре постоянно была ломалась, что-то с ней происходило. Ну, кому это надо, согласитесь? На сайте, кстати, не уточняется, какое именно вооружение, в каком количестве имелось на данном самолете, а также прогрев не сказано по поводу подробной бомбовой нагрузки. Я сейчас этот момент проясню. Вооружение следующее. 1,79 мм пулемет находится в носу, пушки МГ-151-20 в передней части нижней гондолы и в хвостовой установке с 300 снарядами на ствол. 2,79 мм пулемета находятся в задней части гондолы, 2,13 мм пулемета МГ-131 в дистанционно управляемой башне за кабиной и 1 в задней башне с электроприводом с 750 патронами на ствол. В бацике, кстати, находятся либо 50-килограммовые бомбы, либо 250-килограммовые, 500-килограммовые. Возможно, есть еще какие-то варианты, но я об этом не знаю. Также имелись мины, торпеды, ракеты ХС-293, ну или же там Фрис-Х. В общем, Дарне 217 со своими 3-мя 13-мм пулеметами и 2-мя 7-92 просто молча проглотил обиду от того, что серьезно уступает конкуренту, который вот-вот появится в игре. Но тут совершенно очевидно, кто же будет доминировать. Вообще, эта машина очень хороший ответ на четвертом ранге со стороны немцев, ведь у них на самом деле не было достаточно хороших бомбардировщиков. По сравнению с теми же советами или же, например, американцами, теперь же у немцев завезли очень хороший поршневой бомбардировщик тяжелого класса, который имеет очень хорошее вооружение. Я сейчас не говорю про летающую лодку, потому что это низкоранговая машина, хотя и нагибает. Ну, я говорю сейчас про БВ-238, а теперь еще и Гриф. Я, конечно, сомневаюсь, что ей дадут БР, как, например, у Б-29-63. Конечно же, машина 42-го года не может получить такой боевой рейтинг, это неадекватно. Он будет немножко ниже, то есть где-то в районе может быть 5,7, ну или максимум шестерка. Но если говорить серьезно, сходу определить этой машине адекватный боевой рейтинг сложно, потому что вооружение страшное. Вот поставят его на БР-5,7, а он возьмет и вырежет весь рандом. И в итоге что сделают? Конечно же, поднимут ему боевой рейтинг до уровня Б-29, конечно же, перед этим собрав серверную статистику спустя месяц или два. Кто ж его знает? Но думаю, до уровня Б-29 это точно не вариант, потому что даже по сравнению с Б-17 есть один немаловажный минус. Всего лишь два двигателя, а не четыре, то есть поджигают один и машина начинает жестко кренить. И еще не факт, что она на одном двигателе куда-то еще сможет дальше продолжать лететь. Напомню, что мощность одного двигателя Дальмер Бенц 610 2950 лошадиных сил, при том, что масса пустого самолета 16 тонн, а вот нормальная взлетная уже 27 тонн. Поэтому потеря одного двигателя очень даже критична. На самом деле я планировал несколько иное видео, если бы не это спонтанная новость. Сегодня я вас просто ставлю в известность о данном событии, поэтому не поленитесь, не поскупитесь, поставьте палец вверх, поддержите данное видео. А по моей ссылочке в описании под видео, если уж у вас есть такая любовь к донату, всегда получите скидку в 3% на любые другие товары. В общем, друзья, всего самого лучшего, постараюсь и дальше оперативно реагировать на все события на линке. И вам всего самого лучшего, отличного настроения и увидимся в ближайших обзорах. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok